Здравствуйте, меня зовут Алиса Чердикова. Сегодня мы будем делать макияж для ноябрьской обложки журнала БОМ-2. Мы уже сделали, положили даже тон. Мы сегодня будем делать легкий макияж, потому что одежда будет яркая, повседневная макияж. Сейчас я буду накладывать консиллер. Консиллер – это маскирующее средство для области вокруг глаз. После консилера мы обязательно пудрим и прокажем. Потому что на консилер сухие тени нам не надо укладывать. Значение будет скатываться и лягут неровно. Для натурального макияжа лучше использовать легкую прозрачную пудру со светотражающими частичками, которые будут придавать коже такой эффект сияния, свежести. Нам нужно создать эффект такой вот естественной кожи, чтобы не было ощущение, что у нас на лице есть тон, пудра, румяна. Такое вот все должно быть естественно. Правда, Даша? Мы взяли такие тени. Цвет хаки, немножко в коричневый он уходит. То есть, если бы это для жизни мы делали макияж, то он был бы, конечно, более легким. Но так как это фотография, то нам все-таки нужно его чуть-чуть усилить. Пройдем для ресничного контура и кисточкой его растушевываем. То есть, мы эти же тени вот положили на ресничный контур, да? И чуть-чуть ими прорисовали складку, чтобы придать объема глазам. Мы берем такие нежные, такие шелковистые тени, вот и кладем их на серебро. Вот так вот. Мы берем такой график темный, карандаш, и рисуем ресничный пол. Сейчас мы берем такие персиковые нежные, пастельные оттенки. И вот тут мы будем покроем. Сейчас мы красим чеснити в черную тушину. Сейчас мы берем такой нежный розовый, перламутровый карандашик для глаз. А слизистый проводим? Угу. Это дает, ну, открывает глаз, сделает его шире, дает ему такой свежий, влажный цвет. Карандашиком мы немножко, как бы, по контуру вот здесь вот приборим. Красим бронзием. Мы сначала их накрасили карандашиком чуть-чуть, а теперь мы их чуть-чуть прокрасим чуть-чуть. Ну, вот берем такие вот натуральные, самые светлые. Там есть такие пробелы небольшие, мы наполняем эти пробелы, чтобы они были цельно смотреть. Сейчас мы берем гель для бровей и расчесываем брови, как одновременно кладем по росту. Берем код румяк. Сейчас мы хотим сделать дальше румян поярче, свежее. На фотографии они будут смотреть то, что надо. То есть для жизни можно выбрать немножко более нежный цвет. Вот такие вот. А фотографии мы возьмем. О, чуть-чуть. Лучше накладывать пальчиком, чтобы он такой более пониже не был. Ну все, наш макияж готов. Результат увидите в ноябрьском журнале «Дом-2».